Он вообще был очень веселым человеком, очень открытым. В конце 80-х, в эпоху гласности и перестройки, менялось всё, включая и советское телевидение. Вы знаете, меня интересуют в жизни кое-какие другие вещи. Эстонский журналист Урмас Отт первым стал делать передачи в неизвестном тогда жанре ток-шоу. Всегда знал про человека чуть-чуть больше, чем знали все остальные. Его беседы со звёздами смотрелись на одном дыхании. Пивко. О, какое здесь вкусное пивко. Давайте попьём пивко. Начиналась беседа. Складывалось впечатление, что его герои легко соглашались на интервью. Мне он таких острых вопросов не задавал. Или мне они не казались острыми. И только он знал, сколько времени и сил уходило на то, чтобы уговорить известных людей прийти в студию. Я называл его не раз нежным потрошителем. Нежный потрошитель. Урмас Отт. В субботу на ТВРУС.